Прокурор Ростовской области Юрий Баранов рассказал, основные усилия были направлены на защиту прав граждан в социальной сфере. В первую очередь это касается пенсионеров, инвалидов и детей. 60% принятых в прошлом году мер требовали устранения нарушений жилищных, трудовых прав граждан, прав в сфере здравоохранения и по другим направлениям. Прокурорам удалось добиться погашения долгов по зарплате на 586 миллионов рублей. Людям с тяжелыми заболеваниями и детям-сиротам помогали в получении жилья и переселении из аварийных домов, добивались выдачи инвалидам бесплатных лекарств и средств реабилитации, обустройство доступной среды. К единичным фактам сведено нарушение прав ветеранов войны и членов их семей. Это незаконные отказы в представлении субсидий в семи Каракорском, Каменских районах и Таганроге, несоблюдение порядка ведения жилищного учета в Куйбышевском и Мартыновских районах, по требованию прокуроров нарушения устранены. Больше 550 нарушений выявлено в реализации программы капремонта. В основном это перенос работ подрядчиками на более поздние сроки фальсификации протоколов. Обновленный реестр проблемных объектов сформулируют до конца января прокуратура и областное правительство. Помимо существующих сейчас в реестре 68 объектов, в него будут включены и выявленные в области потенциально проблемные объекты, а их порядка больше 100, а также самовольно возведенные с признаками многоквартирного дома, а таких объектов 170. Главными направлениями работы прокуроров были также соблюдение бюджетного законодательства, законность использования государственной и муниципальной собственности, борьба с коррупцией. Марина Черных, Екатерина Лободина, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону.